Привет друзья. Нередко все то что делается временно остается на долгие годы. Речь пойдет о временно протянутых и мешающих под ногами проводах на лужайках, стройплощадках и так далее. Сегодня я покажу как спрятать в землю не копая траншей и не портя газон, провода освещения, кабеля видеонаблюдения, сигнальные провода для робота газонокосилки и так далее. Сделаем же это на примере сигнального провода. Многие сигнальный провод укладывают по земле прижимая специальными колышками. Раньше и мы так делали, но в первый же сезон робот газонокосилка перерезал его трижды. А стоит такой провод не дешево. Вот тогда и появилась идея его прикопать. Прикопать лопатой 300 метров провода не испортив газон нереально, поэтому некоторые режут дерн болгаркой и впихивают туда провод. Другие покупают кабелеукладчики на базе мотоблоков. Правда, они стоят как и робот газонокосилка. Я же решил сделать простую и мобильную самоделку, которая будет резать дерн и укладывать сигнальный провод. Не хуже, а где-то даже лучше, чем кабелеукладчики на базе мотоблоков. Изначально задача казалась простой. Сделать нож, который разрежет дерн и к ножу приварить трубку, через которую провод будет укладываться в землю. Если бы мне нужно было залить провод освещения на строительной площадке или кабель видеонаблюдения, я бы так и сделал. Но сигнальный провод должен быть спрятан в землю от силы на 4-5 сантиметров. Дело в том, что с каждым годом плодородный слой за счет мульчи и прочего увеличивается на 5-10 миллиметров и через десяток лет сигнальный провод уйдет в землю естественным путем на 5-10 сантиметров. Первую версию кабелеукладчика я делал так. Вырезал две пластины. Между ними вварил стальную трубку по диаметру сигнального провода. Лезвие заточил. Мыслил я так. Этот упор приварится снизу и будет помогать самоделке взорваться в землю. А эта пластина не даст проводу углубиться в землю более чем на 4-5 сантиметра. Испытания показали, что с первых метров нож режет зерн хорошо. Но дальше то, что не подрезалось, поднималось вверх и скапливалось под ограничителем. Я решил сделать наклон ножа в противоположную сторону. Под таким углом корни, которые не подрежутся, будут опускаться вниз. Там земля плотнее и будут подрезаться как бы принудительно. Катушку с сигнальным проводом закрепил на штанге. Рассудив, что с таким ножом самоделка будет неохотно вгрызаться в землю, на штангу повесил груз. После первых же испытаний стало ясно, что самоделка хорошо режет зерн и аккуратно укладывает провод. Но мне приходилось не только тянуть на себя кабелеукладчик, но и давить на ручку сверху. Веса стальной болванки явно не хватало. Пришлось обратиться к опыту наших дедов. Приварив еще одну ручку получилось нечто похожее на самую обычную обгонку. Но теперь мне понадобится помощник, который будет рулить и контролировать давление. Девушка впервые стояла за обгонкой, но несмотря на это и то, что она в другой раз чересчур сильно висла на ручке, мы буквально за полчаса уложили 300 метров провода. Местами делали такие виражи, на которые вряд ли способен кабелеукладчик на базе мотоблока. Да, кое-какие недостатки еще есть. Вроде ручки ведущего, ее не помешает поднять выше. И барабана для сигнального провода, который заколхозил на скорую руку. Но результат превзошел ожидания. Время потраченное на эту самоделку оправдалось сполна. Никаких траншей. Рез после кабелеукладчика притоптал и ничего не видно. И посмотрите каким стал газон. Так он выглядел, когда сигнальный провод только уложили. А так выглядит сейчас. С того момента прошло более месяца. Большую часть времени нас не было дома. Робот газонокосилка все это время самостоятельно обкашивал заранее запрограммированные сектора и делал это вполне неплохо. Четко видно где робот газонокосилка ходил, а где нет. Хочется отметить и то, что ушли кроты. Новомодные штучки, которые должны были отпугивать кротов, их скорее привлекали, а не пугали. Теперь благодаря роботу газонокосилки их нет. В общем дорогие друзья, можете смело брать эту идею на вооружение. Она сохранит сигнальный провод от повреждений, сэкономит деньги, время и нервы. Пишите в комментариях, что в этой самоделке можно изменить и как ее улучшить. К примеру, если вам нужно уложить кабель для освещения или видеонаблюдения, то самоделку можно упростить. Убрать ограничитель. Чем глубже утопите провод или кабель в землю, тем лучше. Наверняка кто-то вместо обычного ножа захочет поставить УШМ, паркетку, сабельную пилу, возможно даже реноватор. Пишите, что из этого получилось, многим будет интересным. В заключении напомню, что в предыдущем видео проводился розыгрыш среди подписчиков, Сейчас узнаем, кому достанется блютуз колонка Tronsmart Mertune S100. Копируем ссылку. Вставляем. В розыгрыше участвует 71 человек. Загружаем. И победителем стал вот этот человек. Сейчас найдем его по комментарию. И сообщим об этом. Примите мои поздравления. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк. И подписаться на мой канал.